Уважаемый Путин Владимир Владимирович, к вам обращается личный состав 1-й роты 5-го стрелкового батальона 113-го стрелкового полка Мобилизационного резерва Донецкой Народной Республики. Мы обращаемся к офицерскому корпусу Российской Федерации и полковнику КГБ, который в декабре 1989 года отстоял веренных ему подчиненных. Как и тогда, мы не можем добиться ответов на наши законные требования. О той ситуации вы выразились как о болезни государства, называемой параличем власти. Теперь же, безразличие государственного аппарата, снова вынуждает людей отстаивать свои права. Теперь уже от перегибов на местах. Практически весь период проведения специальной военной операции наша рота в составе 5-го стрелкового батальона 113-го стрелкового полка находилась на линии боевого соприкосновения на территории Херсонской области Украина. За это время личный состав преодолевал голод и холод, значительный период не имея ни материального, ни медицинского, ни продовольственного обеспечения. Процедура мобилизации проводилась без медицинского освидетельствования. Среди личного состава присутствуют те, кто согласно законам ДНР не должны быть мобилизированы. Ввиду нахождения среди личного состава лиц с хроническими заболеваниями, лиц, являющимися опекунами, лиц, имеющих психические заболевания, многодетных отцов, с учетом длительности нашего непрерывного нахождения на линии боевого соприкосновения, возникает множество вопросов, которые вышестоящим штабом игнорируются. Главою ДНР было заявлено, что подразделения мобилизационного резерва не задействуются на передовую. В нашем случае весь период мобилизации мы только и находимся на ней. Просим вас проверить законность нашего нахождения в составе 34-й бригады 49-й армии и задач, ставящихся высшестоящим штабом. Просим предоставить возможность прохождения обязательного медицинского освидетельствования. Товарищи офицеры! Наши средства массовой информации критикуют противника ввиду его циничного отношения к жизням солдат из рядов территориальной обороны. Прошу ответственных лиц не отподобляться противнику и не брать в очередной раз крепость штыками, не считая с жизнями солдат. Далее озвучиваются игнорируемые высшестоящим штабом проблемные вопросы личного состава. Я Савчук Иван Владимирович, являюсь многодетным отцом. Жена у меня после серьезной операции, работать не может. Я единственный кормилец. Я Кудинов Максим Иванович, хронически болен. У меня диагноз пилонефрит. Я Макеев Дмитрий Эдуардович. С 2002 года состою в психонемиологическом диспансере на учете с диагнозом расстройства психики с хроной суициду. 25-26 февраля был принудительно доставлен в военкомат. Там обратимся к медику. На что получим ответ? Присаживайся годен. Здесь в урожайном обратимся тоже так же к медикам. На что получим ответ? Мы тебе принесем скальпель и поможем. Также у меня имеется гипертония, повышенное давление. И болен я гепатитом С, цирроз печки. Я Болотов Роман Александрович. У меня зрение минус 5. Я ничего не вижу. Также на протяжении полторы недели у меня очень сильный кашель, боли в грудной клетке и нет аппетита. Что возможно, туберкулез. Я Алышенко Андрей Игоревич, 2003 года. У меня отец, инвалид второй группы. За ним требуется уход. Я Черенков Александр Владимирович. У меня дома находится гражданская жена и четверо детей. На момент мобилизации она была беременна. Когда родила, то казалось, ребенок не здоров. Я Болотов Андрей Владимирович. Во время мобилизации прогрессировала болезнь тромбофлебит, тромбы правой ноги. Находясь здесь, болезнь ухудшилась. Я, Хорошенко Иван Александрович, продаю повышенным давлением. Обращался за помощью в медчасть полка, где получил таблетки и был отправлен назад в расположение. Я, Гусаров Григорий Викторович, был уволен с военной части ДНР 08-804 по получению травмы, так как не пригоден к военной службе. Разрыва криминального сочленения плеча. Также у меня тромбофлебит прогрессирует на ноге. В Холянске Константин Георгий, 1968 года рождения. Оборван бицепс правой руки. Паховая грыжа. Наполовину вслепой, одним ухом не слышу. Я земляных Николай Николаевич. У меня сын инвалид в детстве. Я опекун. При озвучивании законных требований, высшестоящие должностные лица интерпретируют требования решения данных проблемных вопросов, как саботаж. С уважением к офицерам, что остались солдатских кровей. Продолжение следует...